Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. И другие клетки, которые составляют лимфоидный инфильтрат, являются эффекторами этого взаимодействия. В чем сложность? Это очень гетерогенная популяция, потому что помимо лимфоцитов, в которых тоже у нас есть Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, натуральные киллеры и так далее, есть различные субпопуляции этих клеток, есть клетки гисеоцитарного ряда, плазматические клетки, очень большое количество элементов. Часть из них является протуморогенными, другие антитуморогенные, то есть борются с опухолью или обеспечивают ее выживание. И это усложняет анализ всего этого компартмента. Но помимо того, что у нас очень гетерогенная популяция клеток, они еще имеют очень разные взаимоотношения и различное расположение относительно опухоли. Есть клетки, которые непосредственно контактируют с опухолевыми клетками, их иногда называют внутриопухолевыми лимфоцитами. Но помимо этого, есть клетки, которые расположены в строме, собственно в опухолевой строме, но не контактируют непосредственно с опухолевыми клетками, их называют стромальными лимфоцитами, например. Кроме того, есть так называемый перетуморальный инфильтрат или инфильтрат в области инвазивного края, он тоже может отличаться по составу и степени выраженности. И в ряде опухолей формируются так называемые третичные лимфоидные структуры, когда лимфоидные клетки организуются с формированием уже лимфоидных фолликулов, в том числе с развитием герминативных центров. Это такой аппарат для обучения иммунизации клеток-эффекторов вблизи опухоли. Таким образом, мы приходим к тому, что у нас получается очень большое количество вопросов. Во-первых, что считать, что оценивать, что есть тилс внутриопухолевые, стромальные, субпопуляции, субпопуляции т-лимфоцитов и так далее. Считать ли нам всю площадь опухоли или считать ее центр, или считать инвазивный фронт, потому что, как правило, инфильтрат гетерогенно выражен в разных отделах опухоли, особенно если узел большого размера. Или имеет смысл считать так называемые горячие точки или ход-споты, потому что они лучше видны и легче их оценить. И немаловажный вопрос все-таки, в каких единицах наши подсчеты выражать? В количествах, в штуках, в процентах, в процентах чего от чего. Поэтому мы рассмотрим несколько примеров, которые отражают современное положение дел. Есть несколько подходов, и для того, чтобы подход к оценке опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов мог быть внедрен в практику, необходимо его стандартизировать. Необходимо определить правила, по которым мы будем играть. И есть две большие группы опухолей, в которых немножко разные правила. Первое – это меланома, это довольно частая клиническая ситуация. На сегодняшний день в классификации Всемирной организации здравоохранения предлагается оценивать лимфоидный инфильтрат в трех категориях. Это выраженный, невыраженный, либо отсутствующий. И там есть небольшая сноска, которая не очень подчеркнута, но она имеет принципиальное значение в оценке этого параметра. Необходимо считать внутри опухолевые лимфоциты. То есть только те лимфоциты, которые контактируют непосредственно с опухолевыми клетками. Если мы посмотрим на эту микрофотографию, это пример тонкой меланомы. То есть все опухолевые клетки находятся в пределах эпидермиса. И мы видим, что в дерме имеется довольно выраженный лимфоцитарный инфильтрат. Но лимфоидные клетки не контактируют с опухолевыми. Таким образом, мы должны в данной ситуации, с учетом рекомендаций ВОЗ, оценить лимфоидный инфильтрат как отсутствующий в данном случае. Понятное дело, что хотелось бы учесть вот этот эпидермаральный инфильтрат, который тоже бывает разный. Влияет ли он на какие-то клинические параметры или нет. Существует целая масса подходов к оценке опухолевые инфильтрирующих лимфоцитов при меланоме. Мы очень много работали из Австралии, пытались учитывать и локализацию, и степень плотности, и степень выраженности инфильтрата. Многоступенчатые шкалы предложены. Если посмотреть литературу по этому вопросу, то данные очень противоречивые. То есть в одних исследованиях показано, что выраженность инфильтрата является благоприятным прогностическим фактором, в других показано, что неблагоприятным прогностическим фактором. Но мы приходим к тому, что если взять исследования, которые более-менее с прозрачной методикой оценки, то для меланома на сегодняшний день влияние на прогноз имеют именно внутриопухолевые лимфоидные клетки, которые непосредственно контактируют с опухолевыми. И вот прекрасный пример. Вы видите, что крупные атипичные клетки из довольно широкой зенофильной цитоплазмы – это опухолевые клетки. И они расположены прямо в таких полях из лимфоидного инфильтрата. И вот такой инфильтрат при меланоме действительно имеет благоприятное прогностическое значение, в том числе и в плане выбора иммунотерапии. Таким образом, для того, чтобы это все работало, нам нужны правила, стандарты. И международная рабочая группа последние несколько лет прикладывает усилия для того, чтобы их разработать и внедрить для исследования различных опухолей, солидных опухолей в первую очередь, в различных компартментах, для того, чтобы повысить воспроизводимость и сопоставимость результатов исследований с участием оценки опухолей инфильтрирующих лимфоцитов. Принципиально все эти подходы имеют единую схему. То есть на первом этапе необходимо оценить и отграничить ту зону, у которой будет производиться оценка. Как правило, эта оценка производится в пределах границ опухоли. То есть мы должны определить край инфильтративного фронта. В большинстве случаев включается перетуморальный инфильтрат. Есть линейный критерий, который говорит о том, что это зона, которая около 500 микрометров от непосредственно инвазивного края совставляет. То есть этот участок мы очерчиваем. На следующем этапе мы должны из него исключить те зоны, которые в оценке не участвуют. Это в первую очередь участки некроза, ишемические различные изменения, вторичные изменения, фиброгиоленоз, которые могут быть связаны с быстрым ростом опухоли или ее травматизацией, либо местом предшествующей биопсии. Эти участки исключаются из оценки. Опять же мы должны их отграничить, вычесть из всей площади опухоли, которую мы включили. В дальнейшем, следующим этапом, мы должны разграничить, собственно, паренхематозный и стромальный компонент опухоли, потому что, если мы говорим о меланоме, мы должны оценить внутриопухолевые лимфоциты в паренхематозном участке. Если мы говорим о, скажем, раке молочной железы и большинстве других солидных опухолей, мы должны оценить стромальные лимфоциты. Как я уже сказала, в меланоме это интратуморальные или паренхематозные лимфоидные клетки. И мы, вот видите, представляем все опухолевое поле в виде таких географических участков, которые включают в себя различные зоны. И в дальнейшем в пределах тех зон, которые мы выделили, мы должны оценить ту площадь, которую опухоли-инфильтрирующие лимфоциты, которую мы оцениваем, занимают от всей площади отграниченных нами участков. То есть мы не считаем штуки, мы считаем площади, этот процент, это именно процент площади, которую занимают лимфоидные клетки относительно всей остальной площади выбранного участка. Что же касается рака молочной железы. Рак молочной железы – это один из пионеров, в котором интенсивно были эти исследования внедрены. И сейчас это та область, в которой мы уже можем на сегодня пытаться внедрить в рутинную практику оценку этого параметра. Это какие показатели? Это трижды негативный рак и ХР2-позитивный рак в первую очередь. Это в контексте неодювантной терапии, и мы можем использовать ТИЛС как предиктор эффективности этой терапии. Таким образом, мы должны оценивать этот параметр в корбиопсии либо в трепанобиоптате в первичном. Надо ли оценивать в последующем после неодювантной химиотерапии или химиогормональной терапии, или таргетной терапии этот параметр в хирургических образцах, в материале резекции? Да, на сегодняшний день есть данные о том, что резидуальная опухоль и ее иммунологический локальный статус, в том числе путем оценки ТИЛС, имеют значение прогностическое, в том числе в контексте адювантной терапии. Более того, это значение различается для трижды негативного и ХР2-позитивного рака, и оно может существенно меняться в зависимости от разных ситуаций клинических, поэтому имеет смысл этот параметр оценивать. И более того, степень выраженности лимфоидной инфильтрации при оценке ТИЛС коррелирует с экспрессией иммунологических генов в этих опухолях. Надо ли оценивать этот параметр в метастазах? Да, на сегодняшний день, опять же, ответ утвердительный, потому что это может дать дополнительную информацию, в том числе при планировании лечения в рецидивных или метастатических случаях рака молочной железы. И рабочая группа, в общем, тоже не останавливает своих усилий, потому что есть целый ряд технических сложностей по оценке ТИЛС и в резидуальной опухоли после неодювантной, и в метастазах. Но, тем не менее, принцип один и тот же. То есть мы должны выбрать ту зону, есть разные подходы к выбору зоны в зависимости от контекста клинического, должны разграничить паренхематозные и стромальные компартменты в пределах опухоли, и в дальнейшем оценить полуколичественно, в том числе при помощи визуальных аналоговых шкал, которые сейчас доступны, процент опухолиинфильтрирующих лимфоцитов в категориях площадь, которую занимают лимфоциты, от площади той зоны, которую мы оцениваем. И существуют тренировочные программы, есть подборки слайдов, которые помогают патологам освоить этот навык, потому что есть данные о том, что, конечно, тренированный патолог более эффективен в оценке этого параметра, как и многих других полуколичественных параметров. Таким образом, на сегодняшний день для молочной железы в рутинной клинической практике имеет смысл уже использовать этот параметр, и клиницисты могут использовать эти данные для планирования терапии. Необходимо оценивать стромальные опухолиинфильтрирующие лимфоциты. Интратуморальные лимфоциты могут быть оценены в контексте научных каких-то исследований или в плане дополнительной информации по накоплению данных научных. Оценивается вся опухоль в пределах инвазивного края, безотносительно центральный или инфильтративный край. Опять же, может быть дополнительно в плане научных исследований к среднему уровню опухолиинфильтрирующих лимфоцитов оценены разные участки опухоли, и отдельно, в принципе, может быть оценены передуморальные инфильтраты, если есть такая задача. Но для интересов клиники предлагается оценивать именно в пределах инвазивного края. Оценивается вся площадь опухоли, не только горячие точки, не только ходспот. И есть такая фраза, которая мне очень нравится в этих рекомендациях. Необходимо оценивать этот параметр так детально, насколько комфортно патологу. Но опять же, нужно помнить о том, что это навык непростой визуально, если мы не используем никакие способы автоматизации или повышения воспроизводимости этого параметра, то обучение здесь критически важно. И, конечно, его необходимо тренировать, этот навык. Это занимает какое-то время. И у патологов, так же, как, скажем, у хирургов, есть определенная кривая обучения для того, чтобы достичь внутриисследовательской и межисследовательской воспроизводимости для таких параметров непростых. Что касается оценки ТИЛС в метастатических депозитах, то тут есть, в общем, ряд сложностей, опять же, связанных с тем, что нам необходимо визуально отделить резидуальную лимфоидную ткань от опухоли-ассоциированной лимфоидной ткани. И есть подходы, в том числе, которые рабочей группой предлагаются для решения этой задачи. Несмотря на то, что на сегодняшний день очень много достижений в этой области, есть рекомендации, гайдлайны для того, чтобы оценивать эти параметры, все еще есть масса вопросов. И действительно есть масса работ, которые продолжаются, в том числе оценки роли различных субпопуляций, опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов и в плане прогноза, и в плане предиктивных значений. Более того, есть работы, которые говорят о том, что имеет значение не только наличие, степень выраженности субпопуляции лимфоцитов, но и расстояние между лимфоцитом и опухолевой клеткой. И, вероятно, в дальнейшем мы придем к тому, что оценка этого компонента, этого параметра взаимодействия между опухоли и иммунной системой ин-ситу на месте в ткани будет очень комплексной. И здесь, конечно, нам не обойтись без достижений и IT-технологий, и компьютеризации, и искусственного интеллекта. То есть здесь прямо еще бездонное дно для работы. Но на сегодняшний день существуют простые, четкие, доступные рекомендации для того, чтобы уже без относительно дополнительных методов, без использования дополнительных окрасок оценивать этот параметр. И он имеет значение для клиники и может быть использован нашими коллегами-клиницистами в их рутинной работе. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...